Приветствую! Сегодня речь пойдет о инди-игре под названием «Назад в 95-й». Игра вышла в 2016 году, издателями выступили Радалайка Games. Игрушка посетила кучу платформ, включая все актуальные на тот момент портативные консоли. Визуально игра выполнена с закосом под игры PlayStation 1, но лично мне графика напоминает мобильную платформу Symbian, а конкретно игру Seven Days Salvation. После того, как я дважды прошел игру, с целью внимательнее прочитать все записки и диалоги, я зашел в Steam и почитал отзывы. На мое удивление, многим игра не понравилась. Критиковали как небольшую продолжительность, так и невнятный посыл и визуал. И тут до меня дошло. Многие просто не поняли, в чем был тот самый посыл, и почему игра такая невыразительная. Моя цель – заинтересовать смотрящего данное видео человека пройти игру самостоятельно. И поэтому в первой половине я буду игнорировать сюжет, а во второй детально его разберу, для тех, кто с игрой ознакомился. Управление очень приближено к раскладке старых сурвайвл-хорроров, а визуально картинка очень отдаленно напоминает первый Silent Hill и частичное Alone in the Dark. Главный герой довольно медлительный и неповоротливый, чему есть объяснение, но мы его получим только в конце. Враги на первый взгляд кажутся нелепыми, а арсенал из одного оружия ближнего боя и двух огнестрельных пушек кажется довольно скудным. Игру можно пробежать меньше, чем за час, даже при первом прохождении. Сложностей с врагами практически не возникает, за исключением одного вида противника. Коловоломки достаточно простые, их не сильно много. Инвентарь простой и интуитивно понятный. В настройках есть возможность включить или выключить кинескопный фильтр. Мне удобнее было играть без него. Также иногда встречаются дефекты текстур, которые явно специально сделаны. Помещения хоть пустоватые и скудны на детали, но все же выглядят в какой-то степени реалистично. И о том, что в существование подобных мест легко можно поверить. Музыка поначалу кажется невыразительной, но со временем ты понимаешь, что именно она создает необходимую атмосферу. Игра по большей части не хоррор. Это психологический триллер с элементами драмы в конце. Я действительно рекомендую вам лично ознакомиться с данным продуктом, а затем вернуться и продолжить просмотр. Дальше будут сюжетные спойлеры и объяснение концовки. Стартует повествование с того, что главный герой Кент стоит на крыше и смотрит на силуэт башни вдали. Его цель добраться до этой самой башни. Причины нам пока неизвестны. Герой лишь произносит, что там он сможет покончить со всем этим. Тут же на крыше мы подбираем более утоляющие, которое уж очень сильно смахивает на такое же из уже вышеупомянутого Сайлент Хилла. И даже звук открывания двери как будто оттуда же. Спускаемся на лестничную площадку, и нашему взору предстает первый противник. Он очень нелепо выглядит и передвигается по воздуху, не имея конечностей, отвечающих за ходьбу. В одной из комнат на полу мы найдем записку. В ней написано, что ключ находится на крыше за кондиционером. Возвращаемся на крышу, и действительно за кондиционером находится ключ. Возвращаемся обратно и берем первое оружие в игре. Разводной ключ. Затем подходим к телефону. Прослушав неразборчивое сообщение, герой теряет сознание, а приходит в себя уже в компании загадочного доктора. Он говорит, что заботился о герое, когда тот потерял сознание на крыше. Вот только мы помним, что это была не крыша, а помещение. Доктор называет себя ВОП, и рассказывает, что чудища просто в какой-то момент появились из ниоткуда, и стали на всех нападать. Еще он велит держаться подальше от крыши, но спустя время отправляет героя туда, дабы тот починил кондиционер. Еще ВОП говорит, что все здания соединены тросами, по которым выжившие отправляли припасы. В комнате с ВОПом можно найти еще один разводной ключ, видимо для тех, кто ранее его пропустил. Еще тут есть компьютер, в котором можно сохранить прогресс игры. Двигаем на крышу, чтобы посмотреть, что там с кондиционером. По пути можно заглянуть в мужской туалет, в котором происходит странный визуальный глюк, как будто на время потерялся сигнал на старом телевизоре, очередной тревожный звоночек. Лифты не работают, поэтому путь лежит через лестничные пролеты. На крыше включаем кондиционер и возвращаемся к ВОПу. На этот раз он отправляет нас в другую часть здания, за какими-то документами. Выбора нет. Идем на ранее недоступный участок крыши и по внешним лестничным пролетам попадаем в офисы. Тут мы найдем второе оружие. Это револьвер. На доске можно увидеть три числа. Запоминаем их. Это код от замка на двери в следующей комнате. Вот, собственно, и второй тип противников. Щупальца, торчащие из пола. Уничтожаются одним ударом. Поэтому особых проблем возникнуть с ними не должно. В одной из комнат мы встретим еще один вид противника. Нечто похожее на желудок с ногами. Совсем забыл. Незадолго до этого мы нашли газетную вырезку, в которой говорилось о некой доктор Рэндл, которая решила проблему с кризисом энергии и доказала всему миру существование четвертого измерения. Судя по всему, мы и наблюдаем последствия всего этого. Пока что это не важно. Берем документы и возвращаемся к доктору ВОПу. ВОП благодарит за сотрудничество и отдает нам ключи от кладовки и документы, которые мы уже ему принесли. Теперь мы свободны и можем идти по канатке на крышу следующего здания. ВОП говорит, если мы встретим там людей, то должны им показать эти документы. Доходим до другого здания и первый уровень пройден. На крыше этого здания разбросаны палатки и все, что осталось от лагеря выживших. Подходим к калитке и тут из ниоткуда голос мужчины. Он требует предъявить документы. Все в порядке, говорит он, увидев документы в руках героя и пропускает дальше. По лестнице поднимаемся на небольшое сооружение на крыше и встречаем там человека. Длиноволосый мужчина, видимо тот самый, который пропустил нас сюда. Он представился неким Харрисом Берли. Оказалось, что ему тоже нужно перебраться на следующее здание, но это невозможно, ибо проход перегорожден забором и нужно искать обходной путь. Он дал ключи и попросил помочь выбраться отсюда. Спускаемся вниз и заходим в само здание. В комнате слева находим еще одну газетную вырезку. В ней сказано, что в результате теракта был взорван ядерный реактор, а доктор Рэндал куда-то пропало. Тут же можно найти и дробовик, и сертификат на стене, последние цифры которого помогут нам в дальнейшем подобрать пароль к замку. Тут внезапно появляется новый противник, довольно большой и жуткий, но сражаться с ним не обязательно. Можно убежать, как и в принципе от всех видов противников в игре. В одной из комнат находим чемодан, вводим необходимые значения, а именно последние три цифры сертификата. Внутри лежит записка, в ней речь идет о люльке, которую накануне установили рабочие. Герой делает вывод, что с помощью нее можно выбраться, и спешит сообщить Харрису. Он говорит, что люлька хорошая идея, вот только скорее всего она обесточена, и придется убрать завалы, которыми выжившие баррикадировались от монстров, чтобы попасть на нижние этажи больницы. Харрис предупреждает, что внизу опасно, и надо смотреть в оба. После наставлений двигаем вниз. И действительно, тут комната сразу с двумя большими монстрами, которых тут достаточно тяжело обойти, благо дробовик решает все проблемы. Тут же можно найти вырванную записку с дневника, автор которой жалуется на невыносимую обстановку в больнице, и планирует план побега. Ну а люлька, в свою очередь, действительно не работает, и придется попасть еще ниже к генераторам. Благо герой в одной из комнат падает, теряет сознание, и просыпается на каком-то заводе, который, судя по всему, находится под больницей. Закрываем газовые трубы, которые мешают пройти, и запускаем генератор. Тут же на заводе можно найти еще одну записку, в ней от лица рабочего говорится о неком новеньком, чье имя перечеркнуто. Он якобы неплохо справляется с работой, но до ужаса боится техники. Берем ключ и идем в ранее закрытую комнату. Тут пульт управления и три назойливых монстра. Расправляемся с ними и берем записку. В записке, судя по всему, идет речь о том же человеке, который не справлялся с работой. Автор письма обращается к некому доктору, и говорит, что не согласен с его диагнозом, поставленным этому новому рабочему. Новичок также не ладил с коллегами и в результате был уволен. Решаем простенькую головоломку с заталкиванием зеленого контейнера, и ранее закрытая дверь открывается. Попадаем снова в больницу, и теперь уверенно можно идти к люльке. Поднимаемся на другую сторону крыши и открываем ворота. Теперь и мы, и Харрис можем покинуть это место. Вот только проблема, Харриса нигде нет. Он будто сквозь землю провалился. Ну и бог бы с ним. Двигаем на крышу к тросу, и тут Кент теряет сознание. Перед этим опять слыша женский голос и обрывистые фразы. Приходит в себя он уже в загадочном, но роскошном месте. Тут начинается третий уровень. В этой локации очень много записок и важной информации. Постараюсь объяснить все внятнее. Тут есть старушка по имени Альфреда, которая настойчиво просит никуда не идти. Ей плевать на истории Кента о башне. Она говорит, присядь, подожди, они сами за тобой придут. Поднимаемся на этаж выше. Тут можно найти металлическую рукоятку и газетную вырезку. В ней говорится о том, что с момента взрыва коллайдера прошло больше месяца. Люди в панике и требуют объяснений. А полиция ничего не может поделать. Немного побродя по локации, находим стол с ящиком, у которого странное отверстие. Используем металлическую рукоятку, которую нашли ранее, и открываем ящик. Внутри лежит письмо. В этот момент даже музыка на фоне меняется. В письме некая Алиса обращается к своему отцу. Она говорит, что если он читает это письмо, то все идет по плану. И что только так она может связаться с ним. Она прощает отца за все, что он сделал. И просит простить ее за то, что ей предстоит сделать. Главный герой Кент произносит имя Алиса, будто бы вспомнив что-то. Внезапно на кровати оказывается записка, которой ранее явно здесь не было. И тут, пожалуйста, пристегнитесь. В ней говорится о главном герое. Кент на самом деле психически болен. Он не способен работать и находиться в обществе. Он отрицает реальность и считает, что находится в 95-м году. Внезапно в ранее безопасной локации повсюду появляются монстры и куча новых записок, которые рассказывают нам о главном герое. Он часто стал терять сознание. Тесты показали, что Кент страдает энцефалопатией. И, возможно, скоро он больше не сможет передвигаться. Это и объясняет его неповоротливость. Находясь под лечением, он неоднократно пытался совершить суицид. Он зачем-то прятал ключи от своей комнаты, а потом, находя, искренне удивлялся. Стали появляться провалы в памяти, и он чаще стал терять сознание. Его разум будто застрял в 95-м году, из-за чего от него прятали все, что появилось позже. Потому что он этого боялся и отторгал. После прочтения последней записки в этой локации открывается дверь, и Кент говорит, что пора двигаться дальше. В следующей катсцене Кент стоит на вершине той самой башни, к которой он все это время шел. Он говорит, что не понимает, сколько лет прошло на самом деле, и что он больше не может мучить Алису. Дальше управление переходит к нам, и единственное, что мы можем сделать, это спрыгнуть с башни. До прыжка Кент просит у Алисы прощения. Прыжок, и тут почему-то игра начинается заново, но присутствуют различные помехи. Неужели это еще не все? На экране появляется письмо от Алисы. Она говорит, что отец любил икры, и поэтому она решила, что они помогут ему встать на ноги и вернуть память. Она купила ему старую приставку и икры на нее. Однако все стало еще хуже. Кент стал считать себя персонажем игры и постоянно говорил о монстрах. Он неоднократно говорил, что теперь в безопасности, вот только сейчас сохранится и пойдет дальше. В какой-то момент Алиса перестала допускать его к играм и приковала к постели. В этот момент игра начинается заново, но выглядит теперь иначе. Больше по краям нет рамок телевизора, шрифт постепенно перестает быть пиксельным, локации стали более темными и мрачными, и тут мы находим карманный фонарик, точно такой же, как в первом Сайлент Хиле. Стоит только включить фонарик, и Кент начинает понимать, что что-то тут не так. Ему становится страшно, свет и тень выглядят как-то нереально. Весь мир теперь выглядит иначе. От знакомого когда-то места ничего не осталось. Воспоминания в голове Кента перемешались, но как только глаза привыкли, дискомфорт начал исчезать. Кент теперь понимает, что мысленно возвращаясь в прошлое, он не станет моложе, все это бессмысленно. Прошлое не изменить, он смотрит на свои воспоминания через розовые очки. Он застрял в прошлом, но теперь он это осознает. Теперь он понимает, что просто безвозвратно постарел, и ничего с этим не сможет поделать. Он молча закрывает глаза и отпускает все. На этом история Кента подходит к концу. И с нами через текстовые вставки общается разработчик игры, с довольно трогательной речью. Он благодарит нас, игроков, рассказывает, как любит старые игры, и поясняет, в чем задумка его игры. Я в свою очередь хочу поблагодарить разработчика за это незабываемое приключение, за темы, которые он затрагивает в своей игре. Мне она очень понравилась. Также хочу выразить благодарность всем тем, кто досмотрел до этого момента. Я очень долго делал этот ролик. Мне будет приятно, если вы оставите комментарий и подпишитесь. Это мой первый детальный разбор. В будущем обещаю делать больше таких обзоров. Не живите в прошлом, но и не забывайте его. С вами был Андрей Жаханский. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok